Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход», 20 глава с 8 по 11 стих, мы зададимся вопросом, продолжают ли христиане праздновать и почитать субботу. Итак, прочитаем данный отрывок. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон их никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». И в то же время в Евангелии от Марка, 2 глава, 24 по 28 стих, мы находим такие слова, которые некоторыми людьми понимаются как вызов ветхозаветному пониманию субботы. И фарисеи сказали ему, это Марк, 2 глава, 24 по 28 стих, и фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Здесь мы не видим, что Христос отменяет субботу. Он говорит, суббота для человека, то есть есть польза от этого дня. Сам себя он называет Господином субботы. Он же не называет себя Господином нарушения субботы. Нет, он Господин субботы. Потому что он сам и дал этот закон Моисею, ибо Сын Божий есть божественный логос, который собеседовал с пророками, действиями Духа Святого. Суббота по-еврейски шаббату означает покой, но Христос призывает нас к покою. Евангелие от Матфея 11, 28 «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть истинный покой достигается только во Христе и со Христом. В послании к евреям, первоверховного апостола Павла, 4 глава, 9 стих сказано, «Посему для народа Божия еще остается субботство». А что такое субботство? Субботство – это непрерывное пребывание в покое. И чтобы это уяснить, смотрите, вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 21 стих, здесь сказано, «Доколи во исполнение слова Господня, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Что значит «семья не отпраздновала суббот своих»? Был закон, что землю можно возделывать 6 лет подряд, а 7-й год ее оставляли отдыхать. Но так как этого правила не всегда соблюдали, держались евреи, то когда было вавилонское пленение, в том числе и по этой причине, земля, а все 70 лет вавилонского пленения, она субботствовала, то есть пребывала в непрерывном покое. Так вот, если Павел пишет, что для народа Божия еще остается субботство, то это означает, что для нас остается нечто большее, чем суббота, непрерывное пребывание в покое, субботство, то, что мы достигаем во Христе, который говорит «Я успокою вас». Если мы опять обратим внимание к заповеди о субботе, 20 глава, 9 стих, здесь сказано «Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои», то есть обычные дела твои. «И только один день в неделю, субботу посвящать Богу». Христианин так жить не может. Христианин посвящает Богу все дни своей жизни – и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье. Почему? В послании к Колоссянам, 3 глава, 17 стих, апостол Павел пишет «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Таким образом, у христианина, в отличие от древних иудеев, не должно быть обычных дел своих, потому что все, что мы не делаем делом или словом, мы делаем во имя Иисуса Христа, то есть приводим в соответствие с Его святым законом. А так как заповеди даны для жизни, это и есть путь блага и жизни, и непрерывного покоя. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о очередных передачах, и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok